В День Народного Единства на территории знаменитого ВДНХ помпезно открылся форум «Россия». По замыслу организаторов, на нем представлен каждый российский регион в миниатюре со стендами, экскурсиями и интерактивными аттракционами. В том числе участвовали, конечно, и аннексированные регионы. Форум «Россия» стал также аттракционом невиданной щедрости. Стоимость каждого стенда исчисляется от десятков миллионов рублей для беднейших регионов, вроде ТВ, до сотен миллионов для крупнейших участников. Официально данные о бюджете организаторы не раскрывают, но по самым скромным подсчетам журналистов речь идет о 5 миллиардах рублей. В день открытия выставку посетили, по данным организаторов, 200 тысяч человек. В соцсетях действительно публиковались видео с давкой людей на станции метро ВДНХ. Официальная цель форума, прямо как во времена Советского Союза, демонстрация достижений науки, техники, экономики и культуры. Но неофициально, как говорят политологи, выставка дала старт предвыборной кампании Путина. По их словам, она должна продемонстрировать россиянам накануне выборов, что в стране все хорошо. Люди должны верить в то, что ситуация, хотя сложная, под контролем, что проблема решается и так далее. То есть нужно повысить уровень социального оптимизма. Я думаю, вот эта выставка, дорогущая, которую открыли на ВДНХ, как раз один из элементов социального оптимизма, что смотрите, сколько у нас всего хорошего, сколько сможем гордиться, проект, мощности, богатства, все это никуда не делось. Выставку готовили более полугода. Она проработает вплоть до апреля. Президентские выборы пройдут в марте. Эксперты отмечают, организаторы в угоду Путину делают акцент на достижениях страны именно за последние примерно 20 лет, то есть почти все время правления Путина. Чем эта предвыборная кампания власти будет отличаться от предыдущих, с учетом неблагоприятного военного фона, вот что говорят об этом эксперты. Сергей Кириенко не только создает для президента симулятор настоящей избирательной кампании, но и во впервые возводит материальные декорации процветающей страны. Идет строительство герметичного мира, подогнанного под путинские представления об идеальном устройстве государства. Попутно эти мероприятия должны добавить легитимности рекордным официальным результатам голосования, призванного стать триумфом Путина. Не будет какой-то одной концепции для всех россиян. Я постоянно про это и говорил, и писал много, и говорю, что сила путинской пропаганды не в том, что она какая-то однообразная. Она очень разная для разных групп населения. И пока одни группы будут задабривать, другие группы будут запугивать, третьи группы будут развлекать, четвертые будут вдохновлять. И вот в таком режиме они будут действовать. К сожалению, такого, чтобы было какое-то одно решение для всех, которое можно было бы поломать и тем самым помешать ходу кампании, его нет. В прошлой кампании Кремль действительно обходился более простыми во всех смыслах форматами. В 2012 году сделал ставку на Общероссийский народный фронт и проект с доверенными лицами. В 2018 на волонтеров, звезд эстрады и движение Путин Тим. Но после выборов все это быстро забывалось. В этот раз, как заключают аналитики, предвыборный фон для действующей власти стал не просто принципиально сложнее, а даже опаснее. Путин – заложник войны. У него все хорошо, пока Россия в войне. Неважно на самом деле какой. Как только война приостанавливается, не говоря уже заканчивается, на первый план выходит внутренняя повестка, и карета стабильности тут же превращается в тыкву. Победа в войне так же разрушительна для путинского режима, как и поражение в ней. Президентские выборы в России по закону должны пройти не позже 17 марта 2024 года. Официальную дату не позднее, чем за 90 дней до этого срока назначит Совет Федерации, после чего начнется прием документов на регистрацию кандидатов. Это означает, что для выдвижения у Владимира Путина есть еще примерно полтора месяца.